Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И мы продолжаем наши садовые дела. Многим знаком аромат земляники ремонтантной. Эта ягодка действительно, как напоминание о наших лесных ягодах, сохраняет в себе самое лучшее качество лесной земляники и ее свойства ремонтантности, то есть повторного цветения, фактически непрекращающегося, благодаря чему мы имеем ароматную вкусную ягоду в течение всего сезона. Но как сделать, чтобы эта ягода всегда была крупной, красивой, здоровой и всегда присутствовала в наших садах? Конечно, это посадить земляничку ремонтантную. Размножают ее обычно рассадой и высевают еще в марте-апреле месяце, чтобы к моменту высадки в открытый грунт у нее было не менее двух-трех хорошо развитых настоящих листьев. И, конечно, хорошая мочковатая корневая система. Вот эта рассада с открытой корневой системой можно считать стандартной для своего возраста. Второй момент, который нам нужен, это хорошо прогреваемая, подготовленная, удобренная и заправленная органикой грядка. Земляники ведь расти на ней не менее четырех, а то и пяти лет при удачных обстоятельствах. И, наконец, нам понадобятся для посадки инструменты и мерка. Дело в том, что сажать землянику садовую и ремонтантную, конечно, нужно посвободнее. Только так они будут хорошо просвечиваться солнышком, продуваться и одаривать вас шикарными ароматными ягодками. Итак, у нас здесь высокая грядка. Многие спрашивают, какая же должна быть грядка для земляники, для овощей, для других культур. Все зависит от ваших предпочтений и почвы. Если почва у вас тяжелая, холодная, то предпочтительнее сажать ягоды на высокую грядку, на гребни, либо грядку с бортиками, то есть высокие грядки. Тогда почва будет хорошо прогреваться и ягоды созреют гораздо быстрее. Если же почвы у вас в саду легкие, песчаные, то здесь можно сажать на гряды низкие, потому что на высоких будет почва очень быстро просыхать и растения будут страдать от недостатка влаги. Итак, первое, что мы делаем, подготовив нашу рассаду, делаем небольшую разметку нашего участка под землянику садовую. От края грядочки отступаем приблизительно 15 сантиметров. Заранее готовим себе мерку, приблизительно 25-30 сантиметров. И на расстоянии 15 сантиметров от края грядки готовим посадочную ямку. При посадке очень важно не заглубить корневую шейку земляники. Опасно также ее и слишком приподнять. В таком случае она может расшатываться, растение может расшатываться, плохо расти, в конце концов обломаться. Поэтому сажаем по уровню, чуть-чуть буквально на пару миллиметров выше, ведь почва потом осядет и втянет растение поглубже. В посадочную ямку с подготовленной уже почвой помещаем растеницы-землянички и аккуратно присыпаем почвой, стараясь не повредить корешки. И придавливаем. Приминаем почву. Следующее растение мы сажаем на расстоянии 25-30 сантиметров друг от друга. Многие скажут, что это слишком далеко, что можно посадить гуще. Но поверьте, в данном случае, пускай ваша земляничка растет более свободно, так она будет чувствовать себя намного лучше, будет хорошо просвечиваться солнышком и отблагодарит вас урожаем здоровых крупных ягод. Ведь от того, какие условия вы создадите своим растениям, зависит и урожай. После того, как вы посадили земляничку ремонтантную, обязательно ее пролейте, даже если почва кажется вам достаточно увлажненной. После полива немножко оправьте растение после того, как вода впитается. Следующий полив через неделю. Если стоит засушливая погода, то поливать вам придется земляничку, пока она хорошо себя не почувствует, каждые выходные. И уже в этом году вы попробуете первые ароматные ягоды, настоящие земляники у вас в саду. Процветания вам и вашему саду. Подписывайтесь на наш канал Процветок. И до новых встреч. С вами была Юлия Кондратенок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова